добрый день уважаемые зрители много вопросов задают кстати при выращивании томатов особенно в темное время суток биф сорта крупноплодные сорта у многих появляются томаты когда плоды крупные плоды красная одна сторона зеленая вот зеленым метром идет почему так получается скорее это главная причина это перекормили азотом конечно азотом обязательно кормится почему его кормят потому что основной 50 60 процент увеличение плода за счет азота идет но при этом когда идет перепады температуры нехватка освещения конечно хочется накачать плоды и мы тоже накачиваем но при этом обязательно надо всегда чуть больше давать кальций калий магний вот эти вещи тогда она равномерно начинает плод краснеть как только вы чересчур много азота даете азотные удобрения при этом не недодавали кальций магний калий микроэлементы однозначно вы получите среди ваших растений будет плоды часть зеленые кстати некоторые теплицы были прям повально там процентов 20 таких одна сторона зеленая они продать даже на 50 процент дешевле как брачки продавали почему потому что экономили на удобрениях таких как основной кальций калий магний но я вот сколько работаю сколько лет всегда преобладает вот этот кальций калий магний вот между ними баланс я наоборот стараюсь чуть выше кальция дать вот там даже плоды там как серебристый бывает зато качество плода хранится и равномерность и вкусовые качества намного лучше получается чем когда вы перекачаете одним азотом и начинаются проблемы у некоторых уже на второй третий день начинает мягкий становиться у некоторых там вот этот белым этим покрывается грибком там потому что один азот он автоматические растения устойчивость по болезням резко уменьшается если вы не даете вот пропорционально к этому кальций калий магний плюс микроэлементы поэтому все время говорю балансировано сбалансировано питание растений особенно при низких освещенности крупноплодные и плюс этот это если допустим хотите быстро накачать все это однозначно приводит к таким отрицательным результатам чтобы этого не было еще раз говорю необходимо помимо азотных удобрений при раскачке необходимо балансировано пропорционально кормить кальций калий магний микроэлементы вот это вас у вас этих проблем практически не будет на этом все спасибо за внимание